МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА После последнего выпуска «Что сказал Пашинян? Ответ Лапшина». Я посчитал нужным сделать еще один подобный выпуск, но уже без Лапшина, озвучить, что я обо всем этом думаю. Еще раз говорю, кому-то это понравится, кому-то нет, но я, тем не менее, скажу. Многим из вас знакомы имена древнеармянских и средневековых армянских ученых, рукописи и работы которых находятся в Ереване, в Венеции, в Вене, Париже, Афинах, во многих европейских городах. Это Давид Анахт, Мавсес Хоренаци, Анания Шерака Ци, Вардан Великий, Григор Магистрос, Степанос Сюнеци, Симеон Джугайци. Их несколько десятков. И вопрос, если они писали, то, значит, были читатели. Так ведь? Так вот, после прежнего выпуска у меня сложилось ощущение, что некоторым из вас надо бы постыдиться, что называют себя потомками этих людей. Чувствуется, по некоторым такой чушкарский, что ли, след пробежался. А они и не знают об этом. Просто я не хочу верить, что одна из древнейших и пишущих, и читающих наций мало того, что перестала читать, мало того, что перестала внимательно слушать, но хуже, что и перестала мыслить. А это чревато. Еще раз хочу спросить у некоторых этих людей. Вы точно потомки Давида Анахта? А не арменизированных ли карагуюнов? Если бы было первое, то мне и этот выпуск не нужно было делать, чтобы разжевывать или на пальцах показывать сказанное, чтобы все все правильно поняли. Еще раз. Встреча Лапшина с Пашиняном была. Разговор о том, что Пашинян и его окружение собираются идти на уступки с Азербайджаном, тоже был. И я об этом мало того, что знал, но и говорил пару раз в выпусках. Вот кто-то в комментариях написал, мол, почему раньше об этом не было сказано. Как же не было? Вы хотели, чтобы именно Найри это сказал? А то, что я об этом говорил, это не в счет. А если бы Найри сказал это раньше, тогда что? Что-то бы изменилось? Вы себя-то слышите? Я об этом говорил и год назад, и полгода назад. Лично я в Антитопоре. Я могу сейчас сказать, чего бы было, например, если бы сказанное Пашиняном озвучили год или два назад тот же Найри или Лапшин. Вы бы объявили Лапшина врагом Армении. Разве не так? Положите руку на сердце и скажите честно. Разве не так? Многие тогда были одуховтворенными, что любая безобидная критика чьей-либо стороны воспринималась в штыки. Помните, после встречи Пашиняна с Алиевым в Швейцарии или в Австрии, я уже не помню, я назвал этих двух клоунов клоунами из-за того, что один врет, Алиев, а второй двух слов по факту связать не может и говорить с Алиевым, как побежденная сторона. Так на меня такие наезды были, что, дескать, меня купил Кочарян там и так далее. Я уже тогда понял, что общество наше постепенно деморализуется и призвал к осторожности. Приводил примеры того, как многие нечистоплотные политики на любви народа выезжают. Потом годами оставались у власти и тот же народ, который их привел к власти, стал страдать под диктатурой. Это щепетильная тема. Нельзя политиков возносить, даже если это сам Махатма Ганди, о котором, кстати, я тоже говорил. Власть часто портит людей. Не портящихся политиков крайне мало. Крайне мало таких, как экс-президент Уругвая, например, Хосе Мухико, за которым прикрепили титул «Самый бедный президент». Потому что даже когда он руководил страной, он продолжал жить без охраны в небольшом домике с женой за городом. Его любили и любят. Он сделал много хорошего для Уругвая, но пришло время, и он ушел. А вы ликовать начали уже тогда, когда человек еще и палец о палец-то не ударил. И повел себя не по-мужски, кстати говоря, сказав в Арцахе, Арцах – это Армения и точка. А на деле так и не подкрепил сказанное ничем. Как все это объясните? Так с какого перепугу Лапшин должен был вам говорить о разговоре? Он что, гражданин Армении? Он даже не армянин? А если бы сказал, вы бы это как восприняли? Пошли бы и Пашиняна бы сместили? Нет. Вы бы Лапшина объявили врагом народа. Лапшин сказал об этом только самым близким людям, в том числе и мне, что Пашинян готовится сделать серьезные шаги к Азербайджану по уступкам арцахским. Человек пережил покушение. Вы понимаете, что это такое? Я обращаюсь к этим вот киберадвокатам, что не отрывая от дивана жопу, пытаются кого-либо получать. И Лапшин, и я, и многие другие общественные деятели, медийные, живые люди, у каждого семьи. Каждый наш день – это риск. Нас знают лицо и во вражеском стане, и вне вражеского стана. А вы нам диктуете, что говорить, а что нет. Да кто вы такие, жопосаженные? Вы первыми утрете руки, если что-то случится с кем-то из нас. Вы станете растеть ребенка Лапшина? Он за год в Армении сделал столько, что вам и не снилось. Что-то вы знаете, а что-то нет. Или обо всем вам нужно докладывать. Теперь, что касается Найри. Когда я делал видеозапись Лапшины, мне и в голову не приходило, что я знаком с Найри. Мимолетно, правда. А познакомился я с ним в квартире у Лапшина в Ереване. Правда, он недолго побыл в моем обществе, рано ушел. Поэтому особо в лицо его я не запомнил. Ну, как и имя его. Найри яркий пример того, что общество болеет. Болеет, потому что Пашиняновское общество разделяет армян на Арцахских и остальных и пытается сблизиться с азературками, даже несмотря на то, что они открыто претендуют на Сюник и Ереван. Даже несмотря на то, что у нас там до сих пор пленные. Но они об этом не говорят, а разделяют народ. А условное Кочаряновское общество, или, скажем так, антипашиняновское, занимается стукачеством и считает, что это нормально. Вы понимаете, что адептам одних и других нормальный трезвый человек доверять не станет. Вы это понимаете? Как можно вообще личные переписки друзей, товарищей, пусть даже бывших выставлять на всеобщее обозрение? Это нормально? Это уже нормально в 21 веке? Это уже должно сыграть против Нейрим в здоровом обществе, в обществе народа Давида Анахта. Но так как этого не происходит, говорит о том, что общество болеет, оно больное. Недавно я делал выпуск напоминания азербайджанцам и армянам, где я осудил действия некоторых армянских блогеров. Многие из вас поняли, о ком я говорил, и справедливо спросили, Вадим, а почему ты имя не назвал этого человека? Так вот, отвечаю. Не назвал я потому, что несколько лет назад я сидел за одним столом с этим человеком, был у него в гостях, кушали за одним столом. Теперь он стал блогером и раскалывает народ. Я не могу себе позволить публично назвать его имя, показать на него пальцем, потому что сидел с ним за накрытым столом у него в квартире. Воспитан я так. А Лапшин и Найри были приятелями и уверен, не один раз сидели за одним столом. И при этом Найри, зная, что поезд ушел, все равно обнародовал личную переписку с семьей, которого дружил. Вот вам уровень. И ради чего? Ради хайпа? Политической карьеры, тьфу! Вы-то сами нормально отнесетесь, если вашу переписку выставят на обзор. Если да, то Лапшин перевесят в чаши весов всех вас вместе взятых именно вот таких. Да и чем вы вообще занимаетесь? Буквально позавчера в 65 километрах от Еревана в Ярасхе были бои. Ни слова об этом. Но продолжайте делить власть и восхвалять эту власть. Вы в своем уме? Вот один из самых комментариев, самых умных таких комментариев, которых я обозначил и получил. С позволения этого же человека я хочу зачитать. Посмотрел твое интервью с Лапшиным и у меня такое ощущение, что он просто хочет, чтобы в это не впутывали, его не хочет новых проблем и пытается сгладить углы. Он думает, зачем публиковать то, что ему сказал Владимир Карапетян, если он это не может доказать. Никол и Владимир просто опровергнут. Быдло поверит, и он просто станет врагом народа и в Армению приехать будет ему сложновато. На Ири, конечно, некрасиво поступил, без разрешения опубликовал переписки и voice messages. Вот видите, оказывается, не все понимают, я не знаю, на какую камеру мне смотреть, наверное, вот на это. Не все понимают извратно. Вот есть такие, которые и правильно поняли, и все сказано и мной, и Лапшиным. Думающие люди, анализирующие все-все хорошо поняли. Говорю не от имени Лапшина, а говорю от своего имени. Пашинян изначально хотел эту сделку с Азербайджаном. Лапшин ясно выразился, и не вам спрашивать о подробностях, и не вам выкладывать личные переписки и считать это за хорошести. Вы наша раковая опухоль на протяжении всей армянской истории. На начальном этапе рак лечим. Сейчас начальный этап, и если не угомонитесь, то угробите и себя, и страну, и нашему здоровому армянскому обществу. Нужно быть готовым, чтобы принудительно их вылечить. Иначе кирдык. А слово кирдык это тюркского происхождения. Кирдык означает мы вошли. Мы вошли. Я думаю, вы меня поняли, что я имею ввиду под кирдык. Даже перевел вам уже. Ведь аналитически мыслить нынче не модно. Не модно и тоскливо. Академия